Яблочный Спас – один из первых праздников урожая, день с которого, согласно поверьям, природа разворачивалась от лета к осени и зиме. Только с этого дня наши предки позволяли себе есть яблоки и блюда из плодов нового урожая. Существовало множество примет и поверий, связанных со Спасом. Освещённое яблочко считалось чудотворным и способным исполнить желание. Девушки заговаривали яблоки, чтобы в этом году выйти замуж. Ребята очень внимательно смотрели и слушали презентацию, знакомились с русскими традициями и приметами. А затем сотрудники музея организовали для них различные конкурсы, викторины и игры. Все они, конечно же, были связаны с главным символом праздника – яблоком. Мальчишки и девчонки складывали слова, собирали урожай, отгадывали загадки, вспоминали сказки и поговорки, собирали пазлы, танцевали с яблочком. Конечно, особый восторг у ребят вызвало угощение. По старинной русской традиции они загадали желание и полакомились яблоками с медом. Мероприятие прошло на позитивной ноте, и дети остались в полном восторге. Мне больше всего понравилось, какие были сегодня конкурсы, особенно в ложках яблоки носить из воды. Я бы посоветовала следить за традициями, смотреть приметы, такие праздничные дни православные. Мне понравился танец с яблоком, потому что сразу не получалось и было смешно. То, что на праздники надо макать яблоко в мед и есть, чтобы желание сбылось. По окончании мероприятия сотрудники музея провели акцию, посвященную Дню государственного флага России. Они повязали ребятам ленточки с символикой и рассказали историю рождения и обновления российского триколора. Мы любим Россию!